Вот, большая, ну много вопросов было, опять-таки, мы сейчас в приоритет тем, кто заранее готовился, какие обоснования к кооперации, такой неожиданный вопрос был, то есть, как обосновать, так я понял вопрос, что нам нужен не только свой ремонтный цех, а кооперироваться там, у кого-то покупать услуги по обслуживанию, у кого-то покупать запчасти, изготавливать на рынке, да, то есть, кооперация на уровне, как раз, отрасли ТАИР, не самим все делать, а как-то кооперировать, это уже тем вопросу, из каких там обоснований мы приходим к выбору, ну, вечную тему, сами будем делать, либо подрядчик, сторонняя организация, ход, способ, это все вопросы в эту тему. Коллеги спрашивают, что лучше, меня спросите, что лучше развивать вообще ремонтную службу. Ответ в этой плоскости, ну, я там начал говорить об этом, все-таки появилась у нас некая такая система менеджмента, мы говорим о том, чтобы ответить на эти вопросы, вы должны в своей системе менеджмента иметь какие-то принципы, как она работает. У нас есть там экологический менеджмент, риски, то есть стандарты именно менеджмента. И вот появился стандарт управления активами, который как бы предполагает оценить ценность вот этого актива для вас, ну, например, турбины, и через эту ценность уже все вопросы, которые вы задаете, что вам выгоднее подрядчикам делать, либо хорспособом, попытаться на эту ценность спроецировать. Как это практически выглядит? Ну, опять-таки, через подходы ИСО 55 тысяч, поскольку был опыт таких проектов, там есть области управления этой системой, управления активами, их шесть таких областей, и тут есть группы областей. Те вопросы, которые вы задавали, например, управление ресурсами, да, вот подрядчик, либо хорспособ, это имеет место, ну, имеет место в своей системе менеджмента, организации. То есть вы должны сами описать, какие ценности для вас имеют подрядчики, какие хорспособ, и как вы им управляете. Ну, соответственно, для вашего актива, производства минеральных удобрений, вы понимаете, что для вас это выгодно иметь РМЦ собственное. Если кто-то эксплуатирует здание, очень много, кстати, участников было из объектов недвижимости. Вот здание стоит какое-то, в котором офис, да, и иметь свою службу управление ремонтами зданий этого сооружения, механиков, электриков, которые ремонтируют все вот эти вот системы кондиционирования, это утопия. То есть для них ценность это там другая не может. Там больше аутсорсинг не применяют. Ну, это к тому, что такой ответ вы сделаете из своей системы, в которой ответы на свои вопросы получите в рамках какого-то конкретного направления. В этом же анатомии, то, что мы говорили, есть менеджмент риска, как руководство к применению вот этого РСМ-анализа или методов оценки риска, тоже как часть этого системы управления активами. Там описаны какие-то подходы к этим вот методам анализа, к проведению. То есть это должно быть у вас реализовано. Ну и самая, как с визуализацией о том, что я говорил тут облачными словами. Например, вот, у нас клиент, полюс золота такой благодарный, методические указания определения квалификационных требований к внешним организациям. То есть вы имеете методику, по которой оцениваете будущих сервисных компаний, да, по баллам или по каким-то показателям. И, имея эту оценку, принимаете решение, что вот есть актив у вас основной, требования к подрядчику вот такие. То есть там есть элементы оценки. То есть в этой же системе оценки у вас любой подрядчик может стать вашим сервисным подрядчиком либо нет. Ну и к тому, что надо написать какой-то алгоритм принятия решения, которое вы хотите у себя применить. По поводу, как раз, вот ТНЦ и их там оценки. В рамках этого же у нас проекта была разработана методика категоризации ТНЦ, но МТР они называют. То есть с нашей точки зрения есть 9 категорий запасов и для разных категорий запасов оптимальные методы планирования, они разные. Не буду рассказывать, но такая методика существует. Это по стоимости АБЦ и по частоте потребления XYZ. Соответственно, наложение стоимости на частоту потребления дает некий многообразие, как же планировать разные запасы. Вот то, что ветошь и колесо турбини. Что-то мне кажется, что это разные категории запасов, но чтобы это подтвердить, надо сделать расчет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok